В одном из интервью вы тогда подтвердили, что там был тротил, но детонаторы хранились отдельно. Так что же на самом деле там произошло? Ну та трагедия, которая произошла в Таразе, следственные органы сейчас продолжают работать. К сожалению, мы буквально на прошлой неделе я совершал рабочую поездку, где в исполнении поручения главы государства вручил семьям погибших ордена. На сегодняшний день у нас общая численность личного состава погибших составляет 10 человек. 49 человек наших в результате этого взрыва пострадало. Из них находятся двое, которые требуются очень серьезное лечение. И различные степени тяжести получили остальные ребята. Ну в том числе и потери есть и у сотрудников Министерства обороны. В общей сложности на сегодняшний день без одного найденного человека, который является сотрудником Министерства обороны, 17 погибших. То послужило причиной, как я говорил, это выяснит следствие. Но во всяком случае по той информации, которую мы располагаем, на сегодняшний день следственные органы достаточно усиленно прорабатывают различные версии, что это могло быть и самовозгорание, и поджог. Поэтому нужно просто время подождать. Понятно, родственники то же самое спрашивают, почему мы направили наших сотрудников, зная, что там есть определенные риски. Я говорю всегда, что, как говорили раньше в хорошем фильме офицеры, есть так в профессии Родину защищать, так и у наших сотрудников. Видя какое-то чрезвычайное событие, ситуацию, в частности с этим позгоранием, они выполняли свой профессиональный долг до конца. И, соответственно, путем своей жизни предотвратили, может быть, больше человеческих жертв, что это дало время на эвакуацию, в том числе мирного населения проживающих. Расценивать действия мы уже сделали оценку, они делались в соответствии с утвержденными нами правилами, в том числе взаимодействия с Министерством обороны. Первые подразделения, которые прибывают, они сразу запрашивают руководство объекта о рисках, которые существуют. Там было подтверждение, что кроме тротила на данном складе ничего не находится взрывоопасного. Соответственно, нашими подразделениями было принято решение первоначально на тушение, затем, когда уже воспламенился весь склад, встали на проливку и охлаждение соседних складов, но произошел взрыв, который что задетонировало, причина сейчас как раз разбирается в следственном органе. Ну а какие оперативные действия были? Был создан оперативный штаб, там Министерство обороны, МЧС и принимали совместные решения? На месте после трагических событий, естественно, по поручению главы государства, были направлены в том числе и я как министр, министр обороны, с подразделениями Министерства внутренних дел, заместитель, с прокуратуры, военно-следственного управления, где принято было решение о возбуждении уголовного дела, проведении эвакуационных мероприятий заблаговременно, временное расселение людей. И после оценки обстановки, соответственно, создана комиссия, которую сейчас возглавляет вице-премьер Скляр Роман Васильевич, это по восстановлению ущерба, который нанесла данная трагедия для населенных пунктов. Ну а у пожарных было понимание вообще, на что они идут? Потому что в одном из высказываний интервью было, мы не знали, что нам сказали, что взрывоопасных веществ нет. Так и было, заявлено со стороны, в том числе и руководства Министерства обороны, и воинской части, на которой произошла трагедия, что там находится только тротил. Тротил по своим физическим свойствам без детонации, он не может взорваться, он должен был просто выгореть, что и происходил процесс сгорения, и то, что есть видео с камер видеонаблюдения охраны. То есть происходило интенсивное выгорание тротила, который находился в данном складе. Но в конечном итоге произошла потом детонация. Так это что, это какая-то, не знаю, дезинформация, что ли, или просто беззалаберность? Ну, по информации, будем говорить, тех должностных лиц, как раз сейчас и проводится следственное мероприятие, насколько было полностью достоверное информирование наших подразделений. Ну, а по срокам, когда завершить работу? Ну, я думаю, что это в ближайшие, наверное, октябрь месяц мы какие-то результаты предварительно будем иметь уже. Субтитры создавал DimaTorzok